В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В Одессе продолжается осенняя высадка деревьев. Подробнее об этом нам расскажет главный инженер коммунального предприятия Горзелин Трест Владимир Хрома. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что и где уже успели высадить? Давайте начнем с того. Две недели назад предприятие приступило к высадке деревьев. Деревья высаживаются крупной мере. Бывает, достигает до 3-4 метров высота дерева. Вес дерева порядка 500-600 кг. Они идут с закрытой корневой системой. Это большой плюс для лучшей приживаемости. Деревья выращены в Одесской области. Это тоже очень большой плюс для приживаемости. Но работы проводятся комплексно. То есть по городу мы проводим попутно корчевку пней. Нам необходимо выкорчевать порядка 450 дней. Будет задействована вся центральная часть города. В основном старая Одесса. Улицы будут идти замены деревьев. Там, где их нету. В дальнейшем планах предприятия постепенно уже сносить старые деревья и дальше производить замену. Так, чтобы планово выйти, полностью обновить улицы города новыми наслаждениями. На сегодняшний день город выделил деньги на закупку этих деревьев. Планируется высадить до конца года. И что еще хочу сказать? Чтобы никто не пугался, мы деревья будем высаживать аж до апреля месяца. Это в принципе не страшно. И зимой? И зимой, да. Очень трудоемный процесс, потому что одновременно идет и корчевка, и замена грунта. Планируется высадить, как я уже сказал, 1700 деревьев, выкорчевать где-то 450 дней. А где уже успели? На сегодняшний день мы высадили улица Болгарская, ну я поштучно могу ошибаться, 20 штук. Высадили на Днепетровской дороге, высадили... Ну то есть не только центр города. Ну да, мы смотрим, где... Там новые посадки, там в принципе не тяжело. Высадили... Посадили большую, малую Арнаутскую, высадили... Сейчас планируем высадить улицу Пироговскую. Общее количество на сегодняшний день высадили порядка 243 дерева. Это большой объем, учитывая, что очень большие деревья. Трудности составляют то, что многие одесситы кидают машины, как мы называем, где попало. Поэтому... И пробки в городе, ну тяжело, конечно, высаживать, но оно этого стоит. А по какому принципу Вы выбираете, где какие деревья сажать? Ну, по принципу, во-первых, была инвентаризация. То есть прошли по всему городу, все было переписано, где необходима корчевка, где какое дерево высадить. И при том мы не меняем породность деревьев. Если были высажены акации и клены на то же место, мы высаживаем те же самые деревья. А вот с какими сложностями сталкиваетесь? Вот знаю, что на Тираспольской, да, после реконструкции там не были перенесены коммуникации. Уже были какие-то проблемы. Да, на улице Тираспольской, ну, когда сдавалось в эксплуатацию, там все коммуникации должны быть не ниже 60 сантиметров. На улице Тираспольской, там есть места, мы выходим там до 20-25 сантиметров. Но мы на улице Тираспольской дорезали попутно 14 лунок, 14 лунок. И чуть-чуть зашли в сторону при посадке деревьев. Надеемся, что все получится. А как адисситы реагируют? Вот подходят, что-то спрашивают? Ну, в принципе, люди все благодарны. В принципе, вот сколько я был на высадке, все только говорят спасибо. Знаю, что еще Горзелендрест занимается ремонтом скамеек. Вот расскажите об этом. Да, на балансе предприятия где-то порядка, ну, я могу ошибаться, где-то порядка 1400 штук скамеек. Естественно, они у нас на балансе. Мы занимаемся не только ремонтами, но выставляем и смотрим, красим. Вот сейчас как раз подходит период, то есть надо будет к весеннему периоду подготовить. Обычно мы где-то 1 мая стараемся все скамейки перекрасить, отремонтировать, потому что зимой, как бы, казалось бы, меньше работы. Ну, все зависит от погодных условий, конечно. А на долго хватает? Бывает и дня не хватает. Просто, ну, я не знаю, очень часто присутствует андолизм. Только поставили или прыгают на них, или выворачивают, даже выкидывают на Приморский бульвар, с Приморского бульвара на склоны выкидывают. Ну, все бывает. Наша это такая работа. Они выкидывают, мы восстанавливаем. Ну, все-таки, вы уже сказали о том, что высадка деревьев будет до конца апреля, да? А вообще погода вот как-то влияет? Вот все-таки вот уже, конечно, являет, достаточно холодно. Ну, естественно, погода влияет, потому что, ну, тяжелее происходит производство работ. Но деревьям это не страшно, не страшно, а незакрытая корневая система. То есть весь производственный цикл будет сохраняться. Даже если будет приморозок, мороз, все равно будем высаживать и заливать деревья. Это дерево вреда не принесет. Ну, вот еще в СМИ распространялась информация о том, что одесситы бывают порой жалуются на то, что бывает нецелесообразная высадка деревьев или обрез деревьев. Вот как вы реагируете на такие жалобы? Ну, я не понял слово «нецелесообразная». Ну, вот как-то бывает, что говорят, что вот здесь можно было бы не обрезать, деревья достаточно сухие. Ну, у каждого, наверное, свое мнение. Сегодня такое пришло время, что всем не угодишь. Ну, вы знаете, да, про такие жалобы? Ну, естественно, жалобы, она постоянно приходит. Ну, кстати, сейчас уменьшилась жалоб, намного уменьшилась. Выезжает сначала перед тем, как обрезать дерево, мы посылаем специалиста. Это дерево обследуется. Привлекается или житель, или кто писал заяву, и учитывается мнение людей, что бы люди хотели видеть. Ну, естественно, в пределах всего разумного. А как город Зелендрест готовится к зиме? Ну, на сегодняшний день, ну, естественно, заготовили песчаную смесь, потому что у нас парки-скверы, дорожки, необходимо промести, чтобы люди шли, не скользили, рассыпаемо. Это все у нас заготовлено, порядка 50 тонн песка. Основное, что у нас самое такое болючее, у нас на предприятии еще есть участок совхоз Троянда. Это тепличное хозяйство, которое ежегодно выращивает порядка миллиона растений, которые высаживают цветочные растения, которые высаживаются на все клумбы города. Но сегодня могу сказать, что мы готовы к зиме, правда, отапливаемся дедовским методом. Город нам пошел навстречу, и, думаю, наверное, это получится в следующем году, будет реконструкция теплиц, то есть перейдем на бой, ну, естественно, дорожное топление останется, но будет более усовершенствовано. Уже примерно есть проекты, которые нас устраивают, и дай Бог, чтобы это все свершилось. Вообще, вот есть какой-то порядок, что вы должны сделать до наступления зимы? Естественно. На сегодняшний день у нас в городе порядка 30 систем автоматического полива. То есть, естественно, вода в трубах остается, это плохо. Необходимо всю воду прокачать, чтобы воды не было, чтобы на следующий год могли системы функционировать нормально. Подготовить совхоз. Что еще такое? Ну, и в основном занимаемся обрезкой. Мы, как все коммунальные предприятия, ну, есть план работ, конечно. А часто люди к вам обращаются с просьбами обрезки деревьев? Да, люди постоянно, люди часто обращаются, но сегодня многие не знают. Сегодня никто, наверное, не читает или не хочет читать правила благоустройства. Правила благоустройства гласят, что балансодержатель дома, он там на расстоянии 15 метров отвечает за состояние дерева. То есть, от дома до проезжей части, это в основном так, это в основном ЖКС и ОСМД отвечают за содержание деревьев. По правилам они должны заказать работы в городе Зелендресте. Но, как обычно, люди к ним обращаются, все отписываются, и все это переходит на Зелендрест. Естественно, работы мы выполняем, за которые мы должны получать какие-то деньги. Давайте все-таки еще раз тогда проговорим порядок. В случае, если вот нас сейчас смотрит много одесситов, если возникают вопросы, рядом с домом находится ветхое дерево, куда в первую очередь нужно обратиться? Правильно. Надо обратиться в обслуживающую организацию, то есть в ОСМД или ЖКС. У нас с ними заключены договора. И дальше на основании договорных отношений мы выполняем работы. То есть, чтобы не было никаких там, что кто-то деньги просил или еще. Одесситы могут заказать работы. Непосредственно у Горзелян-Треста? Да. Они могут заключить с нами договор, и мы выполним эти работы. В таком случае тоже, наверное, вы проверяете? Естественно, выходят, инспектора проверяют. Но, естественно, люди платят за содержание придомовой территории. То, естественно, к нам обращаются обслуживающие организации, мы выезжаем, выполняем работы. Это должно входить в стоимость, наверное. Ну, конечно, да. Содержание придомовой территории. Ну и завершая, давайте тогда еще о хорошем. Где в ближайшее время в Одессе еще появятся новые деревья? Ну, как я сказал, вчера мы закончили Днепропетровскую дорогу. Завтра планируем высаживать на улице Разумовского, следующая улица Пироговского и сельскохозяйственный переулок. И дальше пока планов нет. Планы есть у нас, порядка 90 улиц надо высадить. Но мы уже смотрим по мере загруженности, по мере, ну, сложившихся ситуации на предприятии, от погодных условий. И такое, стараемся под выходные дни, где-то чуть-чуть дальше от центра уходить, потому что чего-то пятница всегда загруженный день, не знаю почему. Ну, я надеюсь, что вы справитесь, и до конца апреля все-таки Одесса станет намного зеленее, да? Хотя это будет еще ранее весной. Нет, ну, это не конец, что высадили эти деревья и все. Планово дальше есть. Сегодня существует программа развития города до 2020 года, где предусмотрена постоянная закупка этих растений. Я думаю, за этих три года много чего преобразится. Буду на это надеяться. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был главный инженер коммунального предприятия Горзелентрест. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере. Продолжение следует...